всем привет это наш первый выпуск 2 сезона проекта сингента health давайте вспомним что же такое проект сингента health это формат где мы в студии вместе с нашими приглашенными экспертами обсуждаем самые интересные вопросы поступившие к нам в агроподдержку компании сингента с пометкой help если вы хотите чтобы ваш вопрос стал одной из тем наших будущих выпусков переходите по qr-коду присылайте свои фото и видео и не забывайте ставить пометку help и тогда возможно какой-то интересный вопрос мы обсудим обязательно наших будущих выпусках сегодня у нас не совсем обычный выпуск ко мне в студию придут сразу два гостя и первый из них это менеджер по развитию фунгицидов на зерновых культурах и завета тимонина лиза привет я очень рада тебя сегодня видеть маша привет мне очень приятно снова быть в этой студии и так сегодня мы с тобой ответим на два вопроса которые поступили к нам с пометкой help и мы начинаем первый вопрос к нам пришел из краснодарского края на посевах с озимой пшеницы отработали триазольным специализированным фунгицидом для защиты от фазариоза колоса а через две недели поле быстро сгорело и было много признаков поражение колоса от фазариоза как такое может быть есть несколько причин почему такое могло случиться в поле давай все назовем первое это некачественное нанесение продукта у нас чтобы колос это сложный объект и чтобы на него правильно нанести фунгицид специализированный фунгицид важно использовать угловые двухфакельные или сдвоенные распылители для того чтобы колос был обработан как стильный так и с фронтальной стороны соответственно плюс это срок обработки в борьбе с фузариозом очень критично работать именно фазу цветения если вы вышли раньше с обработкой вы должны быть готовы к тому что эффективность от любого продукта который вы использовали автоматически снизится и она никогда не будет равна ста процентам но самое интересное третья причина что не всегда то что наши аграрии называют фузариозом это фузариоз и фузариоз очень легко в поле спутать с чем три возможных причины которые могут быть очень похожими на фузариоз колоса это определенного рода бактерии могут вызывать также розово окрашенное зерно определенные сапрофитные грибы вызывают такой же розовый пушок на колосе как и фузариоз и наконец род который раньше был отнесен к фузариозным грибам сейчас это отдельная веточка так называемая снежная плесень микродохиум виды рода микродохиум также вызывают симптомы похожую на фузариоз колоса и хочу прокомментировать почему очень важна идентификация потому что те триозольные действующие вещества которые эффективно контролируют фузариоз не все из них также эффективно контролируют микродохиум и зачастую их эффективность не доходит до 50-60 процентов и у меня к тебе еще один встречный вопрос а вот ты когда как специалист приехала в поле ты легко отличишь фузариоз колоса от микродохиума нет конечно я все равно отправлю эти образцы на лабораторную диагностику но у нас же микродохиума может вызывать симптомы не только на колосе но и на листьях и в моем понимании микродохиум очень коварный гриб она листьях с чем можно спутать микродохиум на листьях очень легко можно ошибиться приняв септериозный септериозную пятнистость за симптомы которые похожи могут вызвать серьезный ожог от микродохиума да и мы очень много таких ситуаций в этом году видели в краснодарском крае когда были там в конце мая начале июня эффективность триозольных продуктов примененных по колосу уже закончилась а микродохиум начал развиваться и показал себя во всей красе ты все время говоришь триозольные триозольные фунгициды давай немного завершим этот вопрос тем что у нас появился помимо триозолов еще и карбоксамид для фузариоза колоса как у него с микродохиума да маш ты меня подловила это наверное привычка за многие года потому что у нас были только триозолы теперь действительно появился адипедина он относится карбоксамидом если говорить конкретно о адипедине он контролирует как фузариоз так и микродохиум на высоком уровне уже от 50 грамм на гектар адипедина способны контролировать микродохиум с эффективностью от 90 процентов подводим итоги значит посев может сгореть даже при правильно выбранном фунгициде если вы его не качество нанесли не использовали правильные форсунки если вы выбрали фунгициды пришли с ним очень рано или очень поздно либо там был не только фузариоз колоса а там возможно был тот же фузариозный ожог вызванный грибами из рода микродохиум я думаю мы ответили на вопрос и можем двигаться дальше второй вопрос к нам пришел с алтайского края на колосе яровой пшеницы было много грибных заболеваний сейчас получили результаты фитоэкспертизы семян много альтернарий и фузариоза как влияет наличие альтернарий и фузариоза на семенах на пассивные качества семян наш преподаватель фитопатологии говорил что защитнику растений важно не только знать как защитить от той и от того или иного заболевания но еще и объяснить аграрию почему он это должен сделать все-таки если вернуться к вопросу который был задан каждый год мы получаем большое количество семян на анализ пассивных качеств и зачастую заражение альтернария там доходит до 50 60 процентов при этом мы видим что пассивные качества этих семян абсолютно практически не снижаются давай более конкретизируем пассивные качества мы говорим в разрезе двух параметров да мы говорим конкретно так про такие параметры как схожесть и энергия простания альтернария схожесть и энергию не снижает не практически нет не критично но фузариоз второй вопрос с фузариозом к сожалению ситуация обратная в этом году мы на наших опытах проводили искусственное заражение фузариозом и мы получили достаточно пугающие цифры с этого опыта если говорить конкретно то энергия зерна у нас с контрольного варианта где не было защиты от фузариоза колоса составила всего лишь навсего 35-37 процентов это очень мало и плюс всхожесть тоже падала на контроле до уровня 45 процентов и так подводим итоги то есть если у вас в поле видны признаки колоссовых грибных заболеваний если потом фитоэкспертиза показывает что там много альтернарии на пассивные качества это как правило инфекция не влияет но если там много видов из рода фузариум это может снизить энергию и всхожесть семян да именно и поэтому хочется еще раз отметить что от фузариоза колоса нужно защищать не только продовольственные посевы но и посевы которые пойдут потом на семенной фонд на семена мы ответили с тобой на вопрос большое спасибо а мы двигаемся дальше и у нас в студии будет новый гость мы продолжаем наш выпуск и сегодня у нас в гостях руководитель сети лаборатории компании сингента евгений мазурин женя я очень рада тебя приветствовать буквально пару слов немножко пожалуйста о себе ваш привет спасибо за приглашение я в свое время закончил сельскохозяйственный колледж после этого учился в темирейской академии и после окончания кафедры защиты растений продолжил там свою карьеру защитил там диссертацию и в дальнейшем более десяти лет работал в различных лабораториях связанных с диагностикой причин болезни растений настоящее время я более пяти лет возглавляю три лаборатории одна из которых находится в москве в краснодаре и на базе ситке института все три лаборатории проводят сервисы для наших клиентов а также проводят собственные научные исследовательские разработки как раз к научно-исследовательским разработкам мы с тобой и сегодня немножко прикоснемся при ответе на вопрос и так вопрос вопрос из брянской области два последних сезона а зима и пшеница сильно болеет септериозом листьев у нас сложилось впечатление что триазолы как-то не так стали работать держать меньше времени и не очень устраивает эффективность мы уверены в качестве обработки но как такое возможно и вот прислали фотографии где видно действительно что пшеничка болеет очень серьезно и это после фунгицидной обработки если хозяйство уверено что они сделали все правильно скорее всего речь идет о резистентности что является способностью приспособиться возбудителю к обработкой фунгицидами но у нас агрономы часто говорят что вот я применял 23 года там допустим ваш продукт да там альта супер сейчас я возьму другой триазол там у другой компании и у меня не будет культура привыкать фунгицидом у нас есть уникальная возможность развеять этот миф и сказать о том что возбудитель не вырабатывает резистентность к торговой марке он не знает торговой марки под которой была выпущена то или иное действующее вещество и более того даже если название действующие вещества разные к ним может быть также выработана резистентность почему потому что с точки зрения биологии возбудитель вырабатывает резистентность к механизму действия а по классификации у пестицидов механизм действия характерен для определенной подскажи химической группе пестицидов с чего вы начинали вообще тему резистентности резистентность для нас тема не новая так как мы несколько лет проводим мониторинг но все исследования мы вынуждены были проводить в зарубежных лабораториях при этом мы отбирали образцы отправляли довольно таки долго ждали результатов и кроме того количество образцов было недостаточно для территории нашей страны а в настоящее время в этом году мы освоили новую методику на напорового секвенирования и внедрили ее в московской лаборатории и уже в этом году мы проанализировали более 100 образцов ну да я помню 15 10 образцов а сейчас более 100 если после этого выпуска к нам посыпется предложение вопроса запроса сделать больше исследований мы всем можем помочь я уверен что мы справимся но в первую очередь я бы обратил внимание на те места где действительно есть проблемы вот как были озвучены в этом вопросе если обработки были проведены правильно и это наблюдается не один год несколько лет несколько лет подряд то тогда есть смысл обратиться к нашим менеджерам которые помогут отобрать эти образцы и в качестве результата во первых наша лаборатория точно подтвердит наличие либо отсутствие резистентности а при наличии наши технические эксперты помогут разработать антирезистентную программу я думаю мы с тобой закончим обсуждение этого этой достаточно интересной темы мы посмотрим будут ли комментарии к нашим выпуску но на будущее мне очень хотелось бы рассказать нашим зрителям результатах ваши исследования потому что тема устойчивости волнует большинство стран в нашем мире как и где находится россия очень интересно узнать спасибо большое что ты пришел к нам на выпуск мне было очень приятно с тобой пообщаться спасибо это был первый выпуск 2 сезона проекта сингента хэлт переходите по qr-коду присылайте свои вопросы видео фото не забывайте ставить пометку хэлт если вы хотите чтобы ваш вопрос стал темой одного из наших будущих выпусков на следующей неделе в краснодаре будет проходить выставка юг агро ссылки под видео вы сможете найти информацию о номере павильона где будет представлена компания сингента а также посмотреть на расписание сессии приходите и вы сможете проконсультироваться с нашими специалистами ну а мы заканчиваем всего доброго до новых встреч а